у меня николай зовут как бы николас николай это просто как бы создавал наскорую руку думал какой бы взять аккаунт и так далее а ты вот сказал сейчас такую мысль интересную что ты не от себя говоришь а тебе надо человека видеть это как получается то есть внутри что-то тебя говорит или через тебя что-то идет поток мыслей какой-то или как евангелие как написано что живете уже не вы но живет вас христос вот живет слово божье вот от себя я уже как бы не могу ничего если буду что-то говорить это будет как бы померзки то есть я от мира буду говорить о мире я совсем ничего не знаю его слышал здесь такой святой серафим саросский да конечно слышал говорил людям чем цель жизни человека вот когда к нему приходили люди говорили бочка в чем же это заключается а вы стяжание духа святого то есть если нам посмотреть на суть человека да как устроен человек господь нас создал по образу и подобию своему по подобию святой троицы как отец сын святой дух то есть у нас существует тело душа и дух правильно вот ну часто люди друг другу говорят там он среди не в духе да то есть злой человек там он настроение не хорошие не в духе говорит мы постоянно смотрим себя да и проверяем себя какое у меня сегодня настроение вот находиться в духе божьем это стяжание как бы постоянно хорошего настроение то есть это называется христианстве ну мирный дух то есть отец сарапима об этом и говорил стяжайте друг дух мирен то есть дух спокойный нераздражительный мир любивый радость ну дух радости да а есть же и противоположный дух дух гнева дух раздражение дух зависти дух злобы это уже не дух нет ни от господа если ты стяжаешь дух мирен до мирный дух вот тут и уже не можешь говорить о мирских вещах как бы это становится против ну знаешь когда люди начинают говорить там ну какие у меня учатся разговоры между людьми там у кого кредит какой да кто какую машину купил кто какой там одежду вот это же уже люди находятся в духе мирском а все все что в мирском духе это от антихриста то есть от сатаны дух противный богу и христос по этому поводу сказал он говорит и любите мира не того что в мире то есть и тут перечисляется что в мире ходит даже пословицы есть такие по придумали люди вот что надо в жизни до построить дом родить сына и вырастить дерево но это было еще в двадцатом веке как бы поговорка такой 21 веке есть новая поговорка сейчас люди говорят мне от жизни все то есть наслаждайся этим миром пока ты же где-то вот есть дух антихриста дух противления не божий дух все что в духе божьем написано нам слове божьи то есть евангелие если мы начинаем любить слово божие и следовать ему то наша жизнь вся выстраивается именно по слову то есть мы себе определяем прямой путь вот мы знаем этот путь мы оцениваем каждый шаг свой то есть мы следим за каждым шагом за каждой мысли своей откуда подается это мысли мы проверяем мы сканируем постоянно себя обо всем нам говорит слово божье то есть ответы на любые вопросы есть писание поэтому вот христиане как раз они тот народ который живут именно по писанию и не вправо не влево не свернуть не могут поэтому я так говорю что я если говорю то только по писанию но это не значит что писание это ограниченная такая нишка там это такая полнота который мир не знает я понял у меня просто такой вопрос ты говоришь от себя в соответствии в рамках писания либо же через тебя говорит дух божий то есть ты как бы даже может быть даже сказать не по своей воле произносишь те мысли которые бы может ты хотел произнести когда мы соединяемся с богом со христом то уже все мы как бы становимся одной площадью со христом мы уже мы уже не можем зла творить никакого мы находимся в постоянном бодрствии ну да конечно мы мы люди остаемся до конца нет праведного ни одного в этом мире мы конечно склонны постоянно ко злу и сам сатана он ходит на вид написано в евангелии как лев рыкающий еще кого поглотить конечно у нас постоянно идут искушение в этом и заключается борьба в этом мире идет война как помнишь у достоевского сказано что в этом мире сатана с богом борется а поле битвы сердце человеческое вот мы находимся в постоянном искушении но вот преодолевая вот эти все преграды мы возрастаем в духе то есть мы и день это дня растем 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 так же и в вечности когда человек давай попробую перезвонить может быть если я позвоню будет свет ну звони видишь есть духи которые независимо от нас существуют они все вот такие вещи которые могут приблизить богу они всячески ограничивать то есть сатана он существует как духовном так и материальными он особо стал совершенным что он как бы вмешивается ну как вмешивается господь дал ему свободу над стихиями то есть сейчас сатана он как бы его еще знаешь их называют но помнишь но князь мира называются его князь мира а что значит князь это значит он властелин этого мира властелин над стихиями надо огнем над водой над воздухом вот над этими излучениями энергиями поэтому он легко этим управляет он управляет до тех пор пока ему ограничивает то есть дает волю господь то есть полтергейст это все реально вот расскажи пожалуйста ты самого рождения говоришь веришь бога у тебя семья религиозная вот как ты шел путь свой из там в детстве ты церковь ходил и когда начал слово божие изучать вот после травмы или все-таки это была жизнь у тебя такая еще до травмы из каких лет и как это какой стиль был простым грешником как и все до травмы ну как сказать я неужел как и все практически люди ничего особенного веру это было просто как бы сердце обращался к богу да и все я чувствовал постоянно что кто-то меня охраняет начну жил тоже такой времени опасный можно сказать рискованно вот и попадал в такие ситуации что выходил из них не вредим я понимал что кто-то охраняет мне вот и поэтому моя вера склад но она как бы простоте веры простое обращение господу конечно но ты ходил при этом в церковь душе вот такой у меня был бог душ ну кибли узнал библию изучал тогда или нет ничего не изучал там простая вижу было и все это во сколько лет и травма получил в 30 лет я нырнул и после этого ты именно уверовал да вот в момент после травмы да конечно да я ну не то что веру я верил всегда но я не понял ничего это был то есть когда ко мне но если тебе там тоже психиатры приходили после травмы они спрашивают шоу могу успокаивают утешает им сразу сточки я понимаю ну наши люди обычно говорят за что мне там начинают как бы стянуть я понял сразу за что я делал настолько жизнь такой грешную прелюбодельную ну решил безмерно вообще и конечно понимал за что мне но ты бы мог уверовать например в буддизм сказать что это карма тебя за прошлые грехи или так далее но ты все-таки уверовал именно в христа вот почему именно в христе я же верил самого рождения бога ну но бога многие верят но по-разному развить я верю по разному из победа бога троицу мне всегда было иконы иисус христа я всегда понимал что бог троица что это не буду и никто иной но откуда такого понимания это тебе может родить или я не знаю там кто-то там так подсказал посоветовал мышь мы люди знаешь как у нас уже в россии тысячелетняя история православие это и нас видишь вымели вот это все а так на протяжении всех тысячи лет вот но не имею ввиду конечно вот эти 70 лет после революционные да у нас люди траве это православие мы православные православие 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 да и все крестики люди все носят крестики все носили хотя не понимаю нас это исторически глубоко вошло ну конечно вера она по сути совсем другое чем носить крестик на шее пока мы лично не узнаем господа пока моего не пустим свое сердце то есть не не станем исследовать писание как именно написано писание не то что читать наши люди вот человек прочел евангелие свои добро слова тому я прочитал евангелие нужно жить то есть его читать надо ежедневно и беспрестанно и все свои события ежедневно сверять со словом божьим но только так только так не будет жизнь гармонично сочетаться с писанием это верно расскажи пожалуйста ты говоришь чудеса знамения какие-то были они были до получения травмы или после и про что ты имел ввиду по поводу на козу ты спрашивал мне не было вообще пять операций вот молчки не так прошли а вторая операция мне ну видимо так плохо прослышал услышал не совсем правильно я не боюсь он не видение во время операции у меня как раз во время второй операции на пост не сработал то есть не делали операцию а я не чувствовал находы я был в сознании а не мог пошевелить не одним мускулом вот я был в сознании слышал о чем они говорили а чудеса были совсем другое время это было до полгода до травмы моей вот то есть господь тогда уже начинал меня готовить к этой травме то есть подводить постепенно он не заранее ну и знали чего это было показано я выходил из тела душа выходила из тела но это это не сон был это реальное было это нельзя сосновным человек просыпается да он сразу понимает его это сон лет как копьяк да а то состояние у меня соснов и душа вышла из тела но это не долго был я не знаю буквально две минуты может быть мне хватило чтобы ужаснул увидеть свое тело и ужаснуться кроме тела ты не побывал там в каких-то других измерениях ну и как что-то видел очень это и опасно даже и думать не надо потому что люди сейчас такой опасности в среде вот с этим особенно молодежь находится перемеш когда начинаешь об этом думать и прогнозировать эти события то обязательно попадешь туда тебе сатана откроет такие глубины понимаешь что ты будешь в таком восторге но это называется глубины сатанинский это посещение второго неба знаешь как существует вообще по описанию три неба вот то есть первое небо это земля наша это то пространство где находится наш мир вся вселенная вот второе небо это обитающее нечистых духов где вот как раз находится куда сброшен сатана сейчас а третье небо это мир духовный мир божий горний мир еще называется вот как раз во второе второе небо сейчас и попадают люди которые мечтают об этом попасть туда вот знаешь пишут но немного не несколько человек писали парни таких молодых вот они говорят мы хотим как это называется вот это медитация странно астрал там но ты видел только тело и все да больше ничего не конечно этого достаточно если я тебе уверяю увидеть свое тело твоя жизнь перевернется совершенно в обратную сторону я бегал я не знаю сколько месяца полтора на бегал всем рассказывал потом перестал когда люди не верят а у меня было такое ощущение конечно я я сейчас жду встречи с господом я живу теперь только этим моментом чтобы опять оказаться в том состоянии у серафима саровского он описал как раз это состояние если бы человеку хотя бы на одну секунду вот представь на одну секунду вот сейчас вот показали бы мир божий да вот и он бы согласился все сто лет прожить в яме наполненные червями которые бы грызли его лишь бы только опять только увидеть этот мир понимаешь одну секунду за одну секунду человек полагает всю свою жизнь вот поэтому вот этого божьего достаточно а то что от сатаны вот видение второго мира вот этого этим человек не насытится понимаешь он хочет и все больше и больше чудеса чудеса от сатаны поэтому что нам говорит писание как раз по этому поводу вот об этих вещах что сам сатана принимает вид ангела света сатана может он принять образ христа образ ангела то есть он может быть святозарным ангелом таким лучистым все он может сказать что я от бога и конечно же не поверят написано же что не будешь не сможешь не покупать не продавать и все-таки они действительно нравится там развитие времена настали когда уже не можно не покупать не продавать не знаешь я понял это тем квартиру по крайней мере там машину без паспорта такого точно не купишь вот смотри он без паспорта в интернете все равно общается магазинах покупает машину заправляет в магазинах на продуктах кстати тоже он пользуется паспорт порвал а мирскими благами все не пользуется если уж вернешь паспорт тогда уходи в лес и землянку охотиться на животных собирает там плоды и грибы все-таки смотри если бы сейчас все паспорта порвали ну или хотя бы там даже процентов 20 от населения это уже был бы резонанс понять если так каждый тоже будут рассуждать а ну а что от меня зависит вот я порву от другие все не порвут а так представляешь если бы это было масса то был бы резонанс это был ваш у них а зачем нам размышлять мы имеем то что имеет и знаем по писанию как она будет нашим делом мы знаем что это при начертанном богом то что сейчас идет в мире это называется карающая рука господня и тот кто становится на пути вот у этой кары божией тот проклят ты сам господь говорит мышь не покусить стать на пути то есть всякая власть от бога получается ну смотри ну а если бы так русский народ рассуждал например во время второй великой отечественной войны сказал бы она его всякая власть от бога пускай гитлер будет чем мы сейчас будем сопротивляться он пускай он хочет бы власть ну значит бога так повелел пускай она зачем нам такой вопрос если бы даже он и не ставится зачем зачем если бы давай будем говорить о том что мы имеем на сегодняшний день а зачем размышлять если мы будем реально смотреть все нужно сверять на списание написание что говорит что бог уничтожит эту землю и как бы там ни было если бы и не если бы он уничтожит любом случае эту землю знаешь но он опять же это не он будет уничтожать а будет сатана уничтожать натравливая народ на народ то есть пропускается а почему выпускается потому что человек уже перестал верить богу нет никаких шансов на спасение у людей или то есть то есть ты хочешь сказать что вот не надо против властей которые устраивают геноцид русского народа против них не надо ничего обоставать только молиться богу и на деяться что все в его руках все в его контроля а кто в огне 11 какой геноцид у нас у русского народа сейчас реально геноцид власти которые правят нами они выпускают различные законы которые во первых не позволяют развиваться русскому народу происходит вымирание нас он например в школе в москве но я не в москве это вот не рассказывали 1 всего лишь то есть школа на 1 всего лишь русская фамилия происходит различные нехорошие вещи там ну сам же знаешь там начиная от прививок от различных законов которые не дают человеку просто жить дышать которые не то что детей да не дают возможности заводить рожать спросом людям жить элементарно там чтобы себя содержать люди на таком фоне спиваются зато водку вот например сейчас 136 рублей хотелось я понимаю чем выше я уже 8 лет виду как бы борьбу с этим но у нас только на сколько могу конечно я против всего этого и мы должны христиане должны это делать потому что наших силах отдалить приход антихриста если мы будем противостоять этому конечно же мы отдали если мы будем учить детей своих правильно жить если мы будем наставлять учить веровать их в бога мы отдаляем тем самым приход его конечно а есть есть вариант что а своими действиями мы можем сделать так что он вообще не придет не мы не можем но ты же видишь раз нет и просто мало еще живешь вот ну мало-немало я все-таки считаю что это небольшой показатель на возраст потому что знаешь иногда встречаешь эти просто хочу сказать насколько за 30 лет на 30 лет прогресс выросли вот смотри я тебе сейчас элементарно докажу это вот земля существует если по божьим на по библии брать по торе могут повескому завету существует опять своим тысяч лет это вместе с моим то есть после ноя после потопа земля существует три с половиной тысяч лет но смотри вот за эти три с половиной тысяч лет человечество живую но практически одинаково да люди одинаково одевались в одинаковые одежды вот у людей были повозки лошади вот люди пахали землю да ну сам понимаешь не и не было ничего и самолетов и паровозов и тут смотри буквально за какие-то полвека вот пять тысяч с половиной лет жили одинаково люди да и тут буквально за 50 лет такой резкий взрыв то есть дима вот это вот и демографический рост населения и проще и эти технологии а за последние 30 лет уж технологии взлетели просто неимоверно понимаешь это сказ это сказки такое может быть мы не понимаем это вот откуда это все взялось оттуда что господь дал сатане свободу а для чего он дал свободу чтобы мир это победить чтобы закончить существование человек хорошо мир разумнятся да я понял у меня вот такой вопрос а вот если бы евреи признали бы христа когда он проповедовал бы то получается бы но если бы его иисус не пошел на крест тогда бы уже настало царство божия сразу но ты не всегда вопрос ставишь если бы зачем нам вопрос если бы стоять неизвестно если бы было я не знаю зачем он пришел потому что там достаточно противоречивая информация вначале он горит я пришел спасать только евреев а потом уже после креста он говорит идите научите все народу именно поэтому многие люди они просто не могут уверовать они говорят ну как же смотри смотрелись он горит только к евреям пришел я знаю я поменяется это театра от равноверов это вот смотрите сейчас объясню иудеи вообще это богом избранный народ то есть как понять богом избранный народ вот люди после потопа это был народ дикий мишну совершенно дикие люди они жили без законов то есть свободно убивали да свободно насиловали женились на полгать или там ну дикий народ совершенно не знал не знал рамок и тут вдруг из этого народа господь искал 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 и находит друг одного благочестивого человека среди многих миллионов этим человеком оказался авраам и он сказал от тебя произойдут многие народы вот от этого авраама пошли происходить народы которые на назвались еврейскими то есть это называется бога избранный народ понимаешь о чем я говорю вот я понимаю и господь водил этот народ то есть столетиями веками он водил его и как бы давал ему наставление вот всяческий помогал ему в этом мире всяческие пролагал на пути места указывал понимаешь через пророков говорил этому народу то есть этот народ был избран этот народ взял себе учение вот определенное которые которому опять же научил и господь да когда дал им скрижали заповеди но те десять заповедей которые сейчас до нас дошли и существует у нас по обиду господа этот народ ждал мессии и господь посылает им христа а для чего он посылает иисуса христа в этот народ а для того чтобы этот народ стал уже не плотским таким знаешь но он имел конечно уже законы все он над диким народом вознесся этот народ еврейский и господь захотел этот народ научить духовности то есть сказать им о том что они не только плотским и духовные вот он посылает христа вот и не приходит христос не имея ни вида ни величия вот они будут не чувствовать что ты нам пришел мы ждали его и не такого ну царя то мы ждем царя который нас превознесет нас всеми народами вот и поставить по главенстве мира вот они взяли его и убили христос же пришел я так понимаю все таки а во благо каждого человека на землю не только же к евреям или все-таки к евреям он только пришел он пришел к евреям он как написано в евангелии пришел к своим но свои не приняли его и тогда бог решил вот это все как бы весь замысел тут пал понимаешь но не приняли бога евреи и он тогда решил раздать вот эту благодать всему миру дать вот это преемство нашло теперь каждый человек может стать духовным мышь само слово евреи ты не плохое слово это очень замечательное слово то есть есть евреи по плоти а вот те которые будут жить в царстве небесном они будут названы евреями по духу я я это все понимаю просто получается все таки опять же если бы они бы приняли его то как с другими людьми быть они бы все и бытие ушли нет если бы если бы они приняли то их задача была идти по миру и проповедовать слово божие то есть учить все народы так и сказано в евангелии он пришел чтобы научить все народы что над ними бог бог это не плоти а дух и мышь евреи должны были пойти по миру и научить все народы вот планеты если бы они просто если бы они приняли и вот у них планы совершенно другие у них были планы завоевать всех людей понимаешь а христос им сказал что вам надо бога бога вести в мир но сейчас у них такой же план и остается конечно и он обязательно исполнится потому что стоит планы сатаны он ваш отец дьявол и вы исполняете похоти отца вашего он же обличил евреев книжников корисеев они к нему когда оступили вокруг него и говорит что ты нам рассказываешь у нас написано что придет мессия да и сделает нас царями над всеми народами вот он говорит ваш бог дьявол то есть это вас сатана научил вот этому учения не я это знаю я просто тоже на протяжении всех вот этих лет после травмы ну чуть ли не каждый день и проповедь и библию то есть для меня это все понятно для меня это знакомо достаточно просто много на всяк на самом деле вопроса возникают у людей которые к этому вообще никак не приближены и они все-таки во многих местах не то что в тупик ставят они вот ну берут строчку из писания и все-таки правильно вот например пришел только к евреям а получается к остальным не пришел и так далее и так далее то есть в этих вещах надо давать вот людям как-то более краткий ответ чтобы понятно было не надо давать у нас господь вот тех кто принимает креста сердце свое и принимает писание он научает не ваше дело ваше дело только сеять и поливать понимаешь как то есть мы должны говорить человеку раз сказать два сказать три сказать а человек там уже не важно примет он или не примет то есть мы все и мы поливаем обзращивает господь ты главное говори понимаешь а уже не важно кто там примет или нет в конце концов много званых но мало избранных все господь сам зовет к себе понимаешь но люди не слышат не принимают господа чего уж нам то мы конечно не сможем никого убедить или переубедить но через нас будет работать кочей инструменте может быть я все-таки хотел вот именно по твоей жизни поинтересоваться вот после травмы тогда что происходило кроме вот ты пять лет говоришь занимался к чему-то стремился как-то восстановиться а потом уже только стал иконы писать а вот за этот период там я не знаю именно когда вот что нибудь были какие-нибудь знамения опять же там чтобы сердце с вам явно голос слышал или видение или выход из тела опять же или что-то такого вот необычно в твоей жизни есть что я читал нет интернета еще не было я не помню в каком году уже было сейчас скажу 2000 значит это 2004 год у меня не было интернета компьютер уже был сканер был вот и я просил маму сканировать у нас библия была в доме я просил отсканировать ее вот ей за листом и начал читать через компьютер вот но я читаю люди понимают не 5 но вопрос то есть толковать нужно толковать как-то правильно и вот начал как вопрос мне мучить я ложусь спать а вопрос мучить не могу заснуть ну как же это понять как же это понять то есть он пытается понять а не может и вот тогда в три часа ночи меня стал будить дух святой и рассказывать ну то есть толковать писание то есть я ложился вечером с вопросом а в ночь уже получал ответ на этот вопрос и в дальнейшем когда я уже появился интернет когда уже стал общаться со священниками с людьми я видел что я я понимал что это знаю все есть также написано в писании всякий будет научен богом даже если бы у меня не было библии ну это я люди конечно это громко такого не принято у нас говорить но есть люди избранные а есть не избранные господом и всякий кто научается богом это избранный человек то есть от начала мира эти люди избраны ну для того чтобы нести господа мир ясно от имели спрашивал у духа святого возможно ли твое исцеление и если нет то почему и мыши тут вопросы этих не стоит я тогда уже отрекся от мира полностью я ну тогда еще приходили друзья и курили и выпивали знаешь там вот и телевизор смотрел я отрекся от всего сразу меня кроме мира духовного мира божия больше ничего не интересовал нет на тот момент было единственная нужда это нужда понимание священного писания не туда иди абсолютно другие вопросы не волновали мне нужно было напитаться словом божием не нужно было понять на том этапе кто такой бог и что он хочет и меня в данный момент не жажда жажда познания слова было это понятно но все равно ты такой вопрос наверно задавал не можно резко совершенно было я не задавал вопрос опять же вы что в писании что писание по этому поводу говорит это сам присутствует что рот лукавый и прививодийный ищет знамений но знамений не дадутся ему кроме знамений и он и пророк когда у нас возникают вот эти потребности но в чудесах святые отцы тоже лучше к этому что надо этих чувств удаляться вообще потому что знаешь по ним еще наши по слабости человеческой мы не сможем определить от кого это чудо от бога или от сатаны святые даже учат не верить с нам вот порой знаешь бывает сон приснится настолько он вероятный ну просто как как настоящее него даже не спутать можно с реальностью вот и то время не весело забудь не не проникай с ним потому что можно проникнуть с тем что противно господу то есть ты ни разу не спрашивал бога о возможности своего исцеления за все эти годы травмы не один раз даже вот не попытался спросить не как это невозможно ну а зачем бы исцелить я как зачем опять же представляешь если бы ты вот исцелился ну тогда бы уверовала бы вокруг тебя миллиона людей и запустил этот ролик распространяется и соскогда был на земле до пришел сам бог он такие чудеса творился это неимоверно зависит на все время ищем из них кто не творил мертвых даже воскрешал представляешь и и тогда даже ему ну не нашлось много людей которые поверили славу богу а еще уже обо мне твои конечно люди восторгают того чужого чужого но это не порой тройку дней и все и забудем ничего не значит абсолютно ты не чудеса не упор делаешь я на чудеса упор делу потому что все-таки лично я я как бы все равно надеюсь на бог даже по крайней мере на основании обетования об исцелении которые в писании сказано просите и дано вам будет что не попросите во имя мое будет сделано ранами моего исцелились и так далее все-таки на основании этого я пошли исцелились это говорится о душе то есть мы эти тогда люди шли в ад до христа ну это да но можно так и так все равно другие обетования исцеления есть и на основании этих обетования можно все-таки просить или ты считаешь что об исцелении просим можно к даже не нужно посмотреть первая заповедь христова о чем как гласит до возлюбив господа бога всем сердцем всем разумением всей всей плоти всеми фибрами своим и лишь какие-то приезд возлюбить что значит возлюбить вот если любил когда-то кого-то но девушку там наверняка же влюблен туда и у тебя какие были ощущения у вот такие вот то же самое мы должны достичь и бога вот такого же чувства встречи с богом понимать у меня постоянное ощущение жажды встречи в господом а это жизнь если я буду стараться для этой жизни дольше жить не мыши во мне мучение будут только себя продлевать но вот тебя различают своей девушкой сажают тюрьму допустим человека до на 10 лет и представь какие муки он испытывает он хочет встречи они может том что он запер так же я запер теле и не могу встречаться встретиться с моим господом апостол павел наш как писал желаем разрешиться и быть со христом то есть он желает поскорее умереть и встретиться с господом это понятно но все-таки я думаю что бог хочет чтобы как можно больше людей спаслось и они обойдут поэтому он меня и держит не он своя вижу на матрас не матрас такой поролон твердый да вот я лежу вот неделю лежать на спине меня не поворачивать вообще не двигает у меня нет ни одного ролика да но просто делая все-таки во спасении других людей когда люди смотрят на тебя вот такой вот верующий там иконы например пишет думает а что же у бог не исцелит по-любому такие люди находятся и даже одумал неплохих людей у хороших людей такие мысли могут возникнуть и вера наоборот падает да вот все таки наоборот падает это у неверующих людей понимаешь это утверждаются своей вере то есть те кто не верит а те кто верит они наоборот утверждаются в своем потому что чем утверждается человек и чему нас вера учит внесение как раз скорбей страдающий плоти перестает решить креста и вот христос висел на кресте да ему всего 33 года парень молодой но ему говорили подошли к нему повеселивать но если ты бог сойди с креста понимаешь вот тут и мне сейчас те же рамки ставишь ты меня господь положил я не хочу этот мир потому что не хочу решить я знаю что этот мир полон соблазн я сейчас населюсь я встану по и пойдет куча мешок соблазна я тогда боюсь не спасу душу свою я перестану думать о боге меня еще не у я понимаю но я вот лично вот про себя могу сказать я наверное еще за год до травмы начал вопросами задаваться в чем смысл жизни кто такой я как все устроено и так далее не просто стал этими вопросами задаваться а погрузил их внутрь себя настолько что люди уже думали что сошел с ума по я думал они сошли с ума потому что они понимал как люди не могут разговаривать на эти вопросы как они могут разговаривать о чем-то другом и для меня вот главная истина вот честное слово для меня если бы вот эта истина была бы и проявила бы себя в моем исцеление то я бы не соблазнился не на машины да но я конечно могу сейчас так говорить не будучи в этой ситуации но тем не менее я бы вот что угодно потому что из когда ты уже знаешь точно истину ты будешь крепок настолько поэтому для меня это вопрос бы например если ты уверовал да для меня этот вопрос настолько важен был бы хотя бы если бы до такой степени исцелиться чтобы быть независимым от родителей и то что в мир там выходи там калекой такой мир не выползешь хотя бы чтобы можно было сам себя обслуживать хотя бы в этом произошло вот такое чудо и это бы чудо было бы не только мне в облегчение но и в облегчении моей веры я бы уже там не верил я бы уже думаешь а если бы господь тебе сейчас решил бы тогда своих близких возможности спасать спасать свои души они же помогая тебе они тоже как бы спасаются не мыши они в проявлении их любви отвержении себя они не себе тоже но это было бы доказательством я бы уверен что долгима многие мои друзья бы уверовали поверить ноги кто бы не уверовал не знаю все таки для мне кажется уверовала бы и много бы как бы сказал серафим царовский тот же что да спаси самый вокруг тебя тысячи спасутся я просто нахожусь такой ситуации когда вроде бы есть они обещание об исцелении вроде бы она все есть а ничего не происходит но в то же время я не могу не верить на основании того что я знал что люди которые управляют этим миром они то точно знают истину и они ее проявляют виде служению дьяволу виде нет навести открытой к христу поэтому это меня только лишь останавливает на этом пути истинно 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 это христос тот кто не знает христа тот не знает истину так и написано в слове божьем познайте истину и истина сделает вас свободными тот кто узнает я согласен и меня для меня еще я верю потому что вторая часть это то что учение креста для меня действительно близко она понятная его полностью понимал вот это два аспекта которые на которых держится моя вера но все равно я чувствую я хочу по крайней мере мне кажется можно просить и надеяться что бог все-таки исцелит и может исцелить конечно конечно может просить в россии он у меня просто не было например что у меня не было желание не так никогда таково тоже не себя унесли что я не хочу в тот мир потому что я хочу спасти и все я в этом утвердился если желание конечно просить господь исполнит если будет на то оле его а ты у какие-нибудь вот такие чудеса исцеления знаешь сложных проблем реально в современном мире не в прошлом сейчас но я вот тебе говорил это сейчас другой страны подойду смотри как написано последние времена люди будут спасаться скорбями и болезнями вот и еще написано кого бог любит того наказывает понимаешь это это есть проявление любви божией причем это очень даже любовь такая отеческая мышцы ужасно насколько тебя наказал что уложил тебя в постель и миша это надо удостоиться такой награды потому что людей не так уж много которые бы могли бы понести вот это время что мы с тобой несём и лишь тогда но все-таки знаешь ты и они же есть чудеса по крайней мере там сто лет назад такие случаи описываться а в современном мире знаешь какие-нибудь случаи вот такие реальные чудесного цели еще в конце восьмидесятых женщина одна она есть в интернете мы с найдут ссылку она сейчас не пятидесятников в общем она была скрещена я не помню что заболевание но не контрактура была у них были колени аж прижатые груди такая контрактура руки все скрещены руки за спину вообще вывернуты были а я смотрел там по-моему шевченко у меня интервью берет нет ну да будет просто она хочется найти вот это вот подтверждение чудо ко мне в первом году приходил один мужчина говорит что от рака исцелил его христос исцелился но знаешь он не отсказал вот все я точно знал мне передали ты исцелишься там на день рождения ладно там мог ошибиться но он просто говорит что он у других рак лечит а как оказалось он никого не вылечил я просто так расстроился думал как люди так могут все-таки веровать искренне но они в такую прелесть падают что им кажется что они кого-то там исцеляют от рака и так далее если исцелиться тебе сам дух святой повестит об этом у тебя будет уверенность сомнений не будет в этом если сеть но исцеление может произойти непосредственно между мной и богом или же для этого должен быть какой-то человек все-таки ведь дух святой действует через кого-то например как апостола пабло зрения вернул аналия его ж не киний бог непосредственно не исцелила у нас нет таких апостолов у нас уже пост апостольское время сейчас таких людей нет мы полим грех такой что не выбрали и монахов никого да нет никого они может быть лист объединиться где-то в горах прячется и тонна вряд ли ну конечно но ты ведь блин ты видишь да вот ты чувствуешь как думаешь сколько на нашем веку это произойдет второго пришествия под прогнозом по как бы ну господи и господи когда вопрос задали да вот ну на эту тему а он говорит лицемеры назвал вопрошать или он вы лицемеры вы можете угадывать времена допустим когда будет дождь да вы же видите звучатся тучи гремит гром вот а что же вы не определить это время посмотри допустим по поводу начертаний какой прогноз можно сделать далее все не сказал когда когда начертание будет в действии то есть когда сбудется именно то когда нельзя будет уже не купить не продать без чего-либо тогда уже то нельзя будет принимать вот если сейчас могли отменят деньги до выхождение денег вот и карточку дадут людям вот которые еще не чипы даже вот это только карточка но без нее это уже не сможешь ни купить ни продать вот это уже начертание но в европе уже в некоторых странах так оно и есть там уже при арталов швеции на плече на ухождение наличных денег еще и где во всех странах присутствует нам по-моему даже налички уже толком нету и не наличие пока еще везде есть в америке в европе везде пока на есть наличные все в общем нужно прогнозировать от войны то есть от третьей мировой как только произойдет на третье мировая война вот тогда уже значит можно все сравнивать с писанием то есть сказано что во время войны погибли погибнет треть населения после войны будут сильные глады в голове погибли следующие треть населения вот оставшиеся люди уже как бы в миру войдет мировой правитель который будет уже ставить начертание при которых люди будут отказываться от бога вот и думаю что реально вечная жизнь человека определяется за одну жизнь а за за одну жизнь можно приблизиться к богу либо за одну жизнь так провести и чтобы всю вечность в аду проводить мне кажется все таки в этом плане буддизмом более близок в плане того что за много жизни ты приближаешься к богу но не за одну жизнь и не за одну же видишь это это уже от лукавого мысль такие вот тут надо для себя принять веришься писанию и не веришь вот когда начинаешь от одного к другому описание нам о чем говорит что жизнь а потом суд понимаешь то есть одна жизнь и потом все мы придем на суд и суд вынесет нам окончательное решение мы как бы поймем на свою свою участь да я понимаю но все-таки многие люди рождаются в условиях среды где у них воспитание такое что там уже к своему такому зрелому возрасту и почти не переделать и они настолько грешат но они не виноваты если по ней родились например какой-то другой семьи бога послушная он не было бы наверное все по-другому судьба все-таки здесь такие разногласия которые в уме где этих тоже люди написание написано что они будут судиться по совести и мышь вот но кто в этой жизни и христа не узнает те не у нас не нашли царствие божие бога есть много там но даже относительно вселенной посмотри безграничное пространство а у бога это это вообще настолько местно там где нет бога присутствия бога там нет любви там нет радости никакой это не значит что ад это там вечные муки что там в котлах будут творить ад это может просто будет человек знаешь там ну какой-то своеобразный будет работать выполнять будет также где-то землю возделывать растить там они что-то дом себе построить вот но радость у него в сердце не будет потому что рядом там не будет бога внешне местно суткам новые что мы даже и помышлять о них не можем хорошо ну а как в концепцию например твою мировоззрение вписываются это нлоу это нереально есть или нет да моего нет вот видишь а опять же вернемся я же тебе сразу сказал я от себя ничего не говорим да да я с писанием все сравниваю это духи злобы поднебесные вот тебе нлоу они тебе покажут что хочешь я же тебе сначала сказал что они сатана он хозяин стихи над стихиями властвует и него и сделаны килограмму никаких проблем вообще я просто в этой теме уверен почему потому что у меня отец в горах травы в сочи собирает часто ну я с ним тоже ездил до травмы и один раз он фотографировал виды на море с гор у него 1 раз и фотоаппарат почему-то перестал работать и вот реально перестал а дома мы пришли и проявился а реально объект которые в серии кадров пролетел потом спустя уже много лет на ю тубе другой сочинец тоже это выявил явление и снял целый видеоролик про это на ю тубе называется он нлоу проход вот реально это сто процентов я могу уверить что это не подделка не вымысел у меня один в один один в один объекты и вылетают из моря в горы и из горы в море по определенной траектории то есть вот летают вот вот если камеру за медленным действием поставить они как мухи там летают и очень очень часто это реально какие-то объекты я не думаю что это какие-то там демоны потому что но они вот это и есть демоны это духе злого поднебесный в библии написано что от находится в центре земли сегодня мы уже знаем что за гора кайлас понимаешь в этой горе находится сам сатана сидит вот и под землю и в царство находится они они достигли технологии что они плоти уже они в плоти находятся массажей и сейчас серые называют ну да и тебе робот но это реально объекты я просто потому что это это не духовные объекты это это плотские скорее всего объекты материал которые конечное они они в мертвую жили придут как бы сатана там выйдет мир представь в этом в образе человека это же сам дьявол представляешь он сбой он будет воплотить а с ним будет и вот эти духи они настолько уже воплоти находится совершенно они достигли такого совершенства что могут обрести любую форму ну да точно но это реально его то что вот я понимаю если сейчас кто-то там другой посторонний слушал сказал на фантазирует а это реально почему ну это потому что это в мире можно увидеть наверное слышал такие слова никого не называй своим учителем ибо у тебя один учитель христос никого не называй отцом ибо у тебя один отец отец небесного как батюшки зна евангелие знаете слова называют себя там отец там флавиан отец там сергий так далее и тому подобно как они отец ну если христос прямо запрещает он горит какой отец не называй никого отец они у нас отцы или даже называют вот людей праведных которые жили святыми отцами святыми отцами христос ему когда говорили до учитель благих он горит чудом дня так называют один бог только благ я почему а мы стараюсь побыстрее николай просто у меня интернет это такая флешка я боюсь у меня сейчас и лимит закончится и все не стараюсь я если нацеплюсь ты заканчиваете сразу отвечу я понимаю чем ты говоришь это они спекулируют на этом это да но это евангельское учение вот евангелие сказано апостол павел сказал я родил вас благослованием во христе и смысл то есть они ходили проповедовали апостолы да и вокруг себя они собирали людей то есть церковь собирали и он называл их детьми понимаешь то есть он им проповедовал христа люди начинали верить вот и он их как бы называл своими детьми они его называли отцом своим понимаешь оттуда и пошло вот то есть кто вот был человек неверующий а я ему начал говорить да я его убедил что господь бог иисус христос бог и он как бы через меня он родился вот то есть родился снова душа его переродилась вот поэтому отцовство обозначается я понимаю но все равно если сказано просто такие вещи наш для неверующих тем более непонятно если сказано тут не называть они так называют а к мощам к мощам как следует относиться я не знаю я против этого всего я вот я вот тоже против вопроса например того же александра послушаешь он говорит что без этого не спастись если ты не поймешь что мощи это святое что все вот это вот фитиш сделали помешку и мощи на мощах раньше строили вот допустим был такой проповедник благовестник он пришел допустим определенный город или силу да потом там был арестовал много людей по христу привел он умер вот и его похоронили на этом месте построили храм оттуда пошло это немножко то есть на мощах святых людей строили храм они дошли до уж начали выкапывать и почитать эти мощь лишь это все человеческое не божье тоже считаю крайне это многих настолько отталкивает вот но я считаю что эти вопросы надо оглашать и резко их высказывать свою позицию по ним почему потому что но людей это реально отталкивает не понимают этого вообще не понимают одно им расскажешь другое начнет отталкивать люди не знают живого господа поэтому вот этими погремушками мощами там иконами вот их и сейчас как бы утешать а как людям узнать вот как вот я вот не представляю что-то должно случиться с ними это сам бог может их только изменить я даже не знаю потому что сам сам человек не нашел не рожден он не рожден для того чтобы спастись есть люди заранее богом предусмотренные на спасение а есть которые предусмотрены на погибель то есть бог заранее знает что за человек родится ну понятно но нам же надо автора не менее важно заповедь чем первое то других людей любите как нельзя же так тоже говорит да но они обречены надо как то все равно поэтому что мы не знаем понимаешь мы не знаем когда может быть он сегодня не верует а через 10 лет он может быть взлетит настолько что ты его и не увидишь в своей святости конечно поэтому мы и всех и любили всех всех почитаем божиими ясно ясно хорошо сегодня мы имеем допустим сегодня мы уже видим кто божий кто не может начать человека видно сразу то есть ну что в том же храме ты видишь допустим человек тянется познанию и магическому то есть есть люди которые нужны видимые объекты допустим нужно иконы шумону доски и ты молился от нее ждет какого-то благо так вот человек конечно попробую его убедить ему другая вера не нужно ясно слушал а вот да еще по иконам хотел спросить вот и как бы этим телом занимаешься ты наиболее к этому делу прочувствуем чем другие все-таки тоже опять же изображение не изображения можно ли я вот этим ставить их и обращаться к святым мы все таки не знаем они но мы же не знаем за решение бога по нему например также баба ванга некоторые горят она святого наши православные церкви говорят она в аду горит вот как быть мы все равно не знаем сюда не было мы же не знаем решение бога по этому вопросу а мы обращаемся к ним да и потому что опять же если ссылаться на писание то христос говорил что он один у нас посредник и наверно может все таки имеет смысл что начало творить и что мы говорим евангелие по этому поводу как сказано подражайте наставникам вашему взирая на кончимы то есть глядя на их мы смотрим на жизнь человека до смотрим как умирал этот человек то есть по смерти человека можно новые определить вот ну как сказать как жил человек как умирал конечно не суда прежде не судите никого не как есть такие люди вот допустим николай сюда творит он все своей жизни доказал что он любим богом был все апостолы они любили были люди которые сжигали за и им говорили откажись от креста до понимаешь а вот лишние люди полагали жизнь со своим свою свою до ближних да то есть ради христа ну творили такие вещи что в житиях можно почитать конечно они ради бога и поэтому это не из-за того что они святые наш иконы можно принимать так как будто это исторические фотографии вот у тебя есть фотография привет как вы его дает там прадеда он там на войне допустим два танка по подбил и вот сейчас с гордостью такой смотришь вот как у меня нет там был вот для нас также и святые то есть глядя на их кончину как они умирали мы делаем их иконы и как бы вспоминаем их понимаешь подражаем их жизни вот на это на этих условиях а так чтобы конечно там как сегодня люди верят так нельзя а изображение христа на иконах можно но все же не можно мы его видели и есть сейчас есть изображение первого века вот не из иерусалима прислали есть музей стоит камни где-то в домах ну верующий собирались видимо на камне кто-то мне знаешь этот ну как бы грабан грабан называется у нас могила у них скалок вырубают и дожди трудно achei дожди с�� и изображений божьей матели с первого век будет какими были ну я понял просто такие что же есть слова в писании не сотвори там никакого изображения бога изображает тоже это было сказано когда это было сказано до прихода привет ветхий завет нашли где тогда все люди были дикие они были парки вот на света и мысей ушел буро и золото все собрали тельца вылили и начали поклоняться он поэтому пришел дал такой заповедь не и на не создавайтесь слишком парки были ли тогда они вырежут у нас на руси было да еще там полторы тысячи лет назад у нас же кругом было вот это язычество и вырубали деревьев и поклонялись им вот поэтому это было сказано теперь мы уже видели людей мы видели мы люди видели и богородицу и христа видели сейчас есть плащаница время хранится ну может видел информацию о плащаниц который завернули тело христа тому же на манале доказали что у тебя есть икона где-то христа писал есть модно с ними здесь камера не видно просто я спрашиваю можно забудет тебя через себя заказать просто у тебя там несколько не у тебя несколько там вариантов или как там чтобы выбрать или там у тебя только христос один у меня сайт житье.ру зайди там увидишь а там то есть ассортимент да представим хорошо родственник по русски напишите нет . житье по русски житье .ру латыни номер латинскими нет поисковики по русски просто набережь алмазка веке хорошо да хорошо обязательно посмотрю и по поводу вот то что да я там информацию свету а просто для людей сделал потому что знаешь многие люди когда попадают в травмы вот сейчас особенно но из них миллионы реально вытягивают я сам на свою реабилитацию потратил миллиона ну родители деньги занимали на тренажеры вот они у меня сейчас весь зал стоит там два миллиона потрачено на тренажеров а смысл их было покупать никто не оповестил вовремя что все это ерунда вызывались мы вызывали сюда реабилитологов там качесов там леонтьев наверное слышал таких вот они за консультацию за там за час работы чуть ли не сто тысяч берут толку ноль понимаешь от них и а многие люди они попадают в травмы берут читают книжку таких вот этих уже реабилитологов где они пишут что все возможно главное занимайся по моей методике и так далее едут в центр занимал деньги вон у меня знакомый съездил к этому качесово всем селом копили 700 тысяч это огромный день для длине и чё толку ноль поэтому я решил вот создать для людей которые вот попадают такую ситуацию не знают сайт с рассказом травмы спинного мозга всех этих реабилитологов всех этих тренажеров плюс со временем когда я увидел что эти все реабилитологии нулевые тренажеры которые мы покупали там за сотни тысяч никакого результата вообще не дают но он думал может быть какие-то свои упражнения придумать и разработал несколько достаточно таких комплексов реабилитационных которые помогают заменить всю эту массу груду тренажеров которые можно сделать за небольшие деньги самостоятельно дома и заниматься и обеспечивать уход например там балка да с моей помощью можно и упражнения выполнять и вертикализироваться на ноги становиться и и перенос осуществлять допустим на пол там в мини бассейн чтобы надувно там искупаться а как что-то вот ешь вот ради интереса просто последний год выпивал в день один стакан сока утром и вечером ну короче через восемь месяцев через девять где-то у меня начались безбылковые отеки я чуть не умер реально уже все началась стадия кахексии поэтому все-таки видишь питание как не питаться а ты например как питаешься мне легкую стараюсь полегче чай чай с пряник углеводом я больше так на витамины знаешь овощи и фрукты с такого мяса там кисломолочное не употребляешь молоко конечно кефир молоко то есть есть когда настоящие если вот а мясо я не ем совсем рыбу рыбу им иногда матушка подсунет курицы и оставляет есть мир противник конечно соглашались они тебе одна мама помогает или еще кто-то выходит мы с мамой отец умер в прошлом году а ты говорил дочь у тебя дочь как общаются с тобой дочь конечно они живут она замужем у меня двое детей они живут в другом месте конечно приезжают я вот ролик у себя выставил на сайте в ютюбе и она снимала я делал фильм там внуки мои видны это ты до травмы во сколько лет лет двадцать до дочь у тебя и восемнадцать лет женился у меня тоже в 20 лет совсем рано получилось так не успел ничего в этой жизни такого детей но племянники зато у брата есть два открыл жизнь разве ничего тебе главное успеет господом познакомиться и все время я знаю но просто вот но я вот просто человек знания я не могу вот так много многие тоже вот например верят например в аллаха или еще что-то они верят и все они не мне надо ничего больше они считают что бога познать другие в буду верят и в индуизм там тоже в индуизме в буддизме есть хорошие вещи вот но мне все таки вот этим ты счастливее человек меня потому что у тебя больше знания боги потому что ты его с детства как бы чувство увидел и из тела выходил это тоже для тебя знания огромна для тебя это укрепление вера у меня кроме то базы того то что я опираюсь на нам не нужны знания мы называемся люди верующие просто поверить его знания не ничего не значит ну я понимал поверенного например поверить можно вас все что угодно я считаю нужно не верить нужно быть уверенным нужно знать потому что можно так с таким же успехом в другую религию верить это это манере и вашей вам добудет вам как христос канал не бери все библии библии понимаешь слова веры даме не знаю сотни раз я я понимаю но другие верят например вон к тому что они за аллаха умрут и попадут в рай это бедные люди но ты представь как можно верить в бога и убивать людей жениться иметь четыре жены или они или ты знаешь что у них в хоране разрешено девяти лет жениться ты можешь понять что бог принять такого бога сможешь или голова или где-то с детства будут воспитывать так наверное сможешь лишь мы же когда не пройдешь вот жизни сапога другого человека не побудешь его остаться сложно говорить будешь не будешь ли такие серьезные вопросы господь господь всем распоряжается я тебе говорю о том каком ты сейчас состоянии потому что у нас есть русские люди живущие в эту быту в нашем принимают сейчас многие коран понимаешь из-за жестокости из-за того что можно четырех жены иметь понимаешь я тебе говорю о русских а не о тех людях вот если вопрос выбора стоит очевидно какую веру выбрать веру жертвенную где где за друга ты отдаешь жизнь свою понимаешь как мы же видим где истинная вера ну да вот в учениях кресла это конечно очень близко понятно оно правильно действительно правильно я понимаю да хотя бы на основе того что он учил сопротивляться злу и носить любое зло зло на карте потому что все начинается с малого какая-то малая там мысль и все и этот пожар может быть из малой самый самый искры самый самый большой пожар поэтому нужно гасить и эти всякие мысли плохие настроение плохое прощать чтобы зло убирать иначе оно может так раздореть что не дай бог и в этом настолько действительно и истина проявляется в этом колоссальная мудрость она которая не встречается например направление при этом я полностью согласен это очень правильно близко но все-таки хочется наш пережить посредственно такой опыт что уже все что уже никакими соблазнами никакими теориями ничем 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 я уже не оторвут от истинного направления оторвут читает историю христианскую ты увидишь на каких ступенях падали люди и мышь люди были настолько просвещенные знали господь общались богом и они падали даже на этих ступенях даже не мечтать в этом контексте я как раз вопрос еще такой спросить интересно если такого человека всю жизнь бога слушался верил богу и в конце согрешил соблазнился и как считаешь я конечно понимаю что ты не бог чтобы определять как будет но все-таки соответствии с твоим пониманием сценарием писания его судьба какова будет если господь сказал если не покаяться погибнет ему надо покаяться и все ты видишь она посмотри покаяться и так просто сатана посмотри он настолько совершенная личность это девица ангел сын зари его звали представляешь это был всемогущий архангел такой над всеми архангелами был как бы превознесен ты представляешь и он пал он возгордился на то что до сих пор не может покаяться иногда человеку сказать прости трех жизней не хватит вот в этой связи тоже сложный такой вопрос вот правильно говоришь сатану назвал сын зари ты помнишь слова креста где он про себя говорит что он звезда светлая звезда утреная то есть если про сатану говорится что он сын зари что он звезда венера вот эта утренняя звезда но и писание христос говорит про себя что я звезда светлая звезда утреная вот это как понимать это ветхий новый завет тоже нельзя сатана говорил о себе когда он еще был архангелом светлым когда он был ангелом света тогда он звался сын зари а после падения ему одно название просто вот это вот реально значит некоторые на это могут если заметят они могут на это достаточно серьезную такую предъяву чтобы сделать как это так высота ну зовете люцифер светоносно сын зари а вот христос прося горит что я за светлая если брать в этом контексте шутку я вон себе звездой почему называет когда ну в писании когда шли крестом младенцам эти самые как зовут тебя забыл совсем ну был болхвы да вот они видели ту звезду которая путь указывал и вот сегодня христос называет той звездой которая нам путь спасения указывает тут просто в каком контексте это все сказано ну может быть ясно ясно ну в общем сергей я был рад познакомиться с тобой как-нибудь свяжемся поговорим свяжемся конечно новые мысли возникнут да посудим и камеру только возьми надо будет и можно и ролики будет делать и все хорошую найди камеру ну все спокойной ночи с богом